Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей неделе вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Проблемы свалок. Вновь о полигонах ТБО. Штурм дома. Как проходят тренировки СОБРа? Чрезвычайно опасно и трудно. 80 лет исполнилось службе конвоирования. Что мы пьем, чем едим и чем дышим? Пожалуй, эти вопросы интересуют каждого, так как все мы понимаем, экологическую ситуацию в отдельных регионах нашей страны можно запросто назвать опасной для здоровья нации. На вопросы экологии свое внимание обращает и президент. При вступлении в должность Владимир Путин подписал программу развития, которая предполагает в том числе и ликвидацию в стране всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов к 2024 году. Однако полигоны, работающие санкционированно, не всегда действуют в рамках российского законодательства. Таких примеров немало, в том числе в Рязанской области. Продолжение в специальном репортаже Ирины Ковалевой. Рыбновский район Рязанской области. Буквально в 2-3 километрах от села Алешня на 16 гектарах земли раскинулся полигон твердых бытовых отходов. Его работа уже не первый год беспокоит жителей близлежащих населенных пунктов. Неприятные запахи, возгорания, которые нередко случаются на территории свалки. И самое главное, информация о том, что складируют тут не только бытовые, но и жидкие химические, а также другие опасные отходы. У нас есть такая информация. Я не буду сейчас называть данную фамилию этого человека. Он просил как бы именно этого не делать, так как он переживает, боится за свое здоровье, за свою жизнь, потому что неоднократно ему были угрозы со стороны собственников данного полигона. И он как бы отказался давать интервью по этому поводу. Это бывший сотрудник данного полигона, который работал на этом полигоне. И он нам предоставил информацию. Информация очень достоверная по именно складированию на данном полигоне жидких химических веществ. Вещества с Коломенского аккумуляторного завода, а именно шлак и отходы от аккумуляторного производства, то есть свинец и так далее. Также на данном полигоне, опять же из его информации, на данном полигоне складировались умершие животные. Чтобы не быть голословными, местные жители предоставили нам диск с фото и видеоматериалами, которые сделал работник полигона. Это вот там, вдалеке, с левой стороны. Все это скот-могильник. Это вот в левой стороне. Вот поворачиваешь право. Вот там, в этой стороне, где дрова, за дровами, там складывали химикаты. Точно не знаю, какие, но химикатов много. Эти материалы уже были направлены в соответствующие инстанции. И вот сегодня последовала реакция на них. Так что привычную работу сотрудникам полигона пришлось приостановить и впустить на территорию свалки представителей природоохранной прокуратуры, Роспотреб и Росприроднадзоров, а также судебных приставов. Нам, как представителям прессы, препятствовать не стали и пропустили на территорию полигона. А вот возмущенных местных жителей силой выпроводили вон. Автомобильные покрышки, тары испыта автомобильных же масел, а также пищевые отходы, складирование которых здесь запрещено по решению суда. Насколько законна деятельность полигона твердых бытовых отходов в Рыбновском районе? На этот вопрос должны ответить представители контролирующих органов. В любом случае, сегодня проверке был дан старт, но делать какие-либо выводы до проведения соответствующих исследований ни один из надзорных органов не берется. В предохранной прокуратуре во взаимодействии с транспортной прокуратурой и с приглашением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора проведена проверка. Были отобраны пробы отходов для проведения биотестирования, определения класса опасности и его морфологического состава. Запрошены документы, регламентирующие порядок захоронения отходов и эксплуатации данного объекта. После получения заключений специалистов и анализа представленных документов будут сделаны выводы и приняты соответствующие меры прокурорского регирования в случае их необходимости. Хотя определенные нарушения видны и невооруженным взглядом, но, например, наличие пищевых отходов. Именно этот факт в данном случае интересовал представителей судебных приставов, в чьем производстве находится исполнительный документ, в соответствии с которым ООО «Эко» запрещено складировать и утилизировать пищевые, а также жидкие отходы. Директору организации вручено требование, в соответствии с которым в пятидневный срок он должен исполнить решение суда. То есть 14 мая на полигоне твердых бытовых отходов пищевых отходов складироваться не должно. В случае неисполнения решения суда руководители полигона ждет административное, возможно, и уголовное наказание. Запрет складирования здесь именно пищевых отходов объясняется просто. При наличии таковых увеличивается количество птиц, что представляет реальную угрозу. Ведь буквально в нескольких километрах отсюда располагается Дягилевский аэродром. Сотрудниками данного аэродрома, непосредственно руководитель полетов присутствовал в судебном заседании, он предоставлял статистику за протяжение, по-моему, в течение шести месяцев попадания крупных птиц, таких как именно вороны, врачи, попадали в двигателя самолетов и как бы наносили существенный ущерб, я так понимаю, нашему бюджету, бюджету нашего государства, так как ремонт двигателей очень дорогостоящий. Однако справедливости ради стоит заметить, что птиц на территории полигона, по крайней мере, сейчас отпугивают. Для этого здесь установлены пугало, а также биоакустические устройства, имитирующие крики птиц, которые предупреждают об опасности. Кстати, директор ООО «ЭКО», в чьей аренде и находятся земли, использующиеся под полигон, от камеры не скрывался и согласился дать нам комментарий. У нас установлена санитарно-защитная зона, у нас пробыльно-смотровые скважины, у нас разработана программа по мониторингу. Мы почти три месяца, каждые три месяца сдаем на анализы воду, почву, не только с территории полигона, но и за территорией полигона. Причем приезжают, сами у нас забирается анапидемстанция, что мы только присутствуем. Вот, у нас все анализы есть, мы можем вам даже документально все это предоставить, причем это все платно, и мы за все это платим, только чтобы не было никаких разговоров, что мы здесь что-то делаем незаконное. Что ж, в этом конфликте, как и в любом другом, две стороны. Точки зрения каждой мы изложили, а уж насколько законна та деятельность, которую на сегодняшний день осуществляет полигон в Рыбновском районе будут решать контролирующие органы. В любом случае первые нарушения были выявлены при сегодняшнем осмотре. Что будет дальше, покажут лабораторные исследования. О результатах проверки в наших следующих материалах. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Говорить, что их служба и опасна, и трудна, значит не сказать ничего. В России уже многие годы существует служба конвоирования осужденных и заключенных. 11 мая им исполнилось 80 лет. Сотрудники службы конвоирования осужденных и заключенных говорят, что их работа – это повторение одних и тех же действий. Такое быстро может превратиться в рутину. Однако именно эта рутина и позволяет ситуации не выйти из-под контроля. Деятельность службы конвоирования находится в тени. И про их службу мало что известно. Ежедневно конвоиры имеют дело с опасными преступниками, которые приступили черту закона. Как несложно догадаться, их задача – это сопровождение заключенного. Вот только за простым словом скрывается большая работа. Моя задача как командира – настроить сотрудников на выполнение четкой последовательности действий каждым сотрудникам. Начиная от непосредственного руководителя, так называемого начальника конвоя, и заканчивая полицейским. Сотрудники осматривают заключенного, проверяют место его пребывания. Здесь важна не скорость, а четкость в каждом движении. Потом, потом 13. Машина готова, где посадка специнсидент? Такой неприятный. По словам сотрудников, чрезвычайные ситуации хоть редко, но происходят. Правда, конвоиры готовы и к ним. Здесь дело в упорных тренировках и совершенствовании своих навыков. Побег! Стой! Пускай служебную собаку! Комой преследовали! Это кадры учений. Они помогают отточить необходимые для службы навыки. Однако, наравне с мужчинами, есть в этой профессии и слабый пол. Правда, назвать сотрудницей именно так язык не повернется. Деятельность конвойных подразделений, она очень специфична, она очень, может быть, так скажем, интересна отчасти. Но в целом, мы обязаны не только арестовать, доставить в суд, организовать судебный процесс и так далее. Мы еще обязаны при этом соблюсти права человека. Ирина Кондратьева рассказала, что мамы разные нужны, мамы разные важны. Среди подсудимых есть и девушки. Поэтому для работы с ними и привлекают сотрудниц. На такой профессии им приходится сталкиваться с разного рода трудностями. Однако, всегда есть профессии и всегда есть люди, которых такие сложности не страшат. Со дня создания охраны конвойных подразделений в Системе Министерства внутренних дел Российской Федерации прошло 80 лет. 11 мая они отмечают свой профессиональный праздник. В этот день хотелось бы пожелать всем сотрудникам, всему личному составу, всем ветеранам этой службы, естественно, крепкого здоровья. Потому что это первое, что нам нужно принесение из службы, оптимистичного настроя изнутри, добра, света, любви и поддержки близких. Валерий Седов, Юлия Пятницкого. Телекомпания. Город. Специальный отряд быстрого реагирования. Именно так расшифровывается привычная для слуха аббревиатура СОБР. Бойцы, которым практически нет равных, и служба их чаще всего находится в тени. Об очередной тренировке, которую провели бойцы спецотряда, расскажет Ирина Ковалева. Спецотряд быстрого реагирования в действии. О нюансах работы этих ребят не принято говорить, а их лица, как водится, не принято показывать. Но именно их зовут на помощь в самых сложных ситуациях. Например, при захвате заложников или необходимости задержания особо опасных преступников. Именно такую ситуацию отработали бойцы СОБРа на учебно-тренировочной базе. Сегодня их задача взять штурмом здания, обнаружить, обезвредить, а в случае необходимости уничтожить преступников. В реальной жизни им не раз приходилось участвовать в подобных операциях. И бойцы лучше других знают, что их благополучный исход – результат изнуряющих тренировок. Занимаемся постоянно, потому что надо быть как в физической подготовке сильным, крепким, так и в некоторых определенных других вопросах. Физическая подготовка невероятно важна, ведь экипировка бойцов СОБРа в зависимости от выполняемой задачи может достигать 30 килограммов. Что и говорить, если отдельно взятый элемент, например, вот такой бронированный щит, весит 20 килограммов. Используется при штурме зданий. За щитовым выстраиваются либо два, либо три человека. Броня, я считаю, выдерживает пули различного калибра, то есть как с автоматического оружия, так и с пистолетов. Сегодняшняя тренировка завершилась успешно. С поставленной задачей бойцы СОБРа справились на отлично. Впереди у них новые задания, как учебные, так и боевые. Нередко им приходится рисковать своей жизнью ради спасения жизни других. В общем, работа у них опасная, сложная, но любимая. Обычная мужская работа, которую, я считаю, должен делать каждый мужчина. А любим ее за то, что служим родине и готов выполнять поставленные задачи. Ну а мы можем быть спокойны, ведь пока нас защищают такие бравые ребята, которые тем более являются отлично подготовленными профессионалами, нам бояться нечего. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Каждый автолюбитель знает, что за транспортным средством необходимо постоянно ухаживать. Чаще всего водители посещают мойку. В компании «Омега-центр» мойка работает пять лет. Здесь используют новейшие технологии и индивидуальный подход к каждому посетителю. Автомойка «Омега-центра» работает пять лет. За это время рязанцы оценили преимущества компании. Шесть постов для мойки машин действуют постоянно. В день сотрудники успевают привести в порядок около 200 машин. Здесь можно воспользоваться услугой стандарта, где помоют кузов, ковры и порожки, или специальными и люксовыми услугами. Для клиента мы предоставляем какие-то новые услуги. У нас присутствуют акции всевозможные или какие-то бонусы, можно так сказать, для клиента. В данный момент у нас проходит сейчас акция по обработке стекол антидождем. Это защитное покрытие для стекол. В условиях недостаточной видимости дождь, грязь и любые дорожные загрязнения не дают прилипанию к стеклу. Такая обработка стекла гарантирует безупречную видимость и чистоту стекол во время дождя, снега и льда. Особенно разница будет видна в темное время суток. Не образуется бликов от света фар встречных автомобилей. Также данное покрытие снижает необходимость использования дворников. Для наглядного примера, одну сторону стекла мы сейчас обработаем услугой антидождь. Другая сторона стекла останется после обычной стандартной мыки. Разница, как говорится, налицо. Еще одно преимущество данного покрытия в том, что оно несмываемо. Одной обработки хватит на полгода, даже если машину моют раз в неделю. Также оно переносит уличные реагенты. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям неделя. Рязань встретила 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия традиционно начались с возложения цветов к вечному огню. После чего шествие проследовало до площади Ленина, где и прошли основные торжества. Главные герои, конечно, ветераны, их встретили цветами и аплодисментами. После чего по площади Ленина проехал БТР-80 и УАЗ. Далее войска Рязанского территориального гарнизона прошли маршем по главной площади города. Из года в год входим на парад. Для нас это очень почетный праздник. Чтем ветеранов, покупаем цветы, дарим на всех мероприятиях. Да, конечно, это замечательный праздник. Я считаю, мы должны все знать об этом. Все поколения наши должны обязательно помнить об этой войне. Курсанты училища ВДВ пронесли 200-метровую копию знамени Победы, после чего стартовала акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие более 40 тысяч рязанцев. За сухими цифрами кроются судьбы реальных людей, чей подвиг подарил жизнь всем нам. В очередной раз по улицам Рязани прошел «Бессмертный полк». Мы решили присоединиться к шествию и пообщаться с участниками. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, кто у вас на фотографии? У нас прадедушка. Вон, Маша, расскажи. Искрен Василий Васильевич, родился 1925 году. Пошел на войну 1943 года. Был ранен и умер рано. Но я им всегда горжусь. Я всегда люблю 9 мая, потому что это мой самый любимый праздник. Кто у вас на фотографии? Расскажите. Это наш родной дядя, родной брат нашего папы. Да, Георгий Андреевич, он погиб на Брянщине при взятии села Вчинец в Брянской области. Ему было всего 19 лет. Я очень благодарна моим родителям, что они дали нам свободу, что дали нам жизнь. Вот. И я хочу. В этом году им исполняется 100 лет. И вот я пришла, чтобы отдать дань и уважение своим родителям. В акции «Бессмертный полк» принял участие глава региона Николай Любимов с семьей. Ну, у детей были портреты их прадедушек, Узмина и Никитина. А у нас с женой были портреты двух героев, которые здесь, в Брянской области, родились, которые прошли войну, но у которых сейчас, в настоящее время, нет родственников. В частности, вот у меня был портрет Дениса Сергея Евдокимовича, враженца Кореева-Брыкина, в деревне Кронском районе. Тогда еще Проводского уезда он родился, в 1914 году. В 1943 году отличился при Курской битве. И ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Принимал участие в шествии «Бессмертного полка» и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов. Он также уверен, что переоценить значение этого праздника просто невозможно. В каждой семье практически есть те люди, свои герои, которые воевали. Об этом свидетельствует достаточно массовое шествие «Бессмертного полка» в Рязани. Всех рязанцев хочется поздравить с Днем Победы, пожелать счастья, благополучия и мирного неба над головой. С портретов на современный город смотрят солдаты, которые до сих пор живы в сердцах своих близких. И они будут жить, пока их помнят. Во время шествия «Бессмертного полка» от площади Ленина пролетела авиационная группа из самолетов Ил-78 и Ту-160, которые принимали участие в параде на Красной площади. Впервые в этом году курсанты военных возов по центральным улицам пронесли флаги 13 городов-героев. Далее прошел смотр, строя и песни. Праздник со слезами на глазах. Эта фраза стала уже привычной. Однако те, кто видел все ужасы войны, относятся к ней совсем иначе. Василию Заяцу было 4 года, когда закончилась война. Он плохо помнит те годы. Сейчас ему почти 80, но некоторые воспоминания забыть невозможно. Помню, как мать плакала, когда отца убили. Это помню хорошо. Он похоронен в Воронеже. Вот здесь похоронен мой отец. Это город Воронеж, парк, сельскохозяйственное институт. А сейчас университет уже. В руках Евгения Егорова и портрет матери, дяди и отца. Удивительно, что отец прошел всю войну, а погиб в Польше за день до победы. 8 мая. Сама же Евгения была узницей фашистского концлагеря Клоога в Эстонии. Попала туда, когда ей не было и года. Провели мы там около 4 лет. Маму уводили там на работы. Мы оставались. Но самое страшное, что я не очень помню. А вот сестра хорошо помнит, когда подгоняли вагонетки по утрам. И матери вынуждены были выбрасывать мертвых детей за ночь, которые умирали. Евгения Ивановна помнит и невероятно вкусный хлеб, суп и котлету. Эти блюда она впервые попробовала из рук советского солдата. Еще один свидетель тех страшных лет – Иван Григорьевич Киричук. Его село Юстинград в 41-м году захватили немцы. Трудоспособное население они отправили в Германию. А стариков и детей до 8 лет оставили на месте. Ивану Григорьевичу тогда было 7 лет. Чтобы приблизить победу, он помогал партизанам. 9 мая 45-го он помнит, как сейчас. О победе знали. Были на поле в колхозе. И передали. Там громкоговоритель в селе был, такой рупор. И он передал, что Германия капитулировала. Везде была радость, победа. Прибежали в село, кто что мог, собрались. Все обнимались, целовались. Победа. После парада победы торжественные гуляния проходили на разных площадках города. Мария Рудаин, Станислав Кудряшов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». История, которая больше года разворачивалась вокруг главной здравницы региона. Санатория «Сосновый бор», казалось бы, завершилась на благоприятной ноте. Его передали в собственность региона и пообещали восстановить. Как говорится, обещанного три года ждут. Однако через три года мы рискуем увидеть на месте здравницы руины. В каком состоянии находится санаторий сейчас? И похоже ли, что его собираются восстанавливать? Ответы на эти вопросы в нашем следующем сюжете. Один из первых скандалов вокруг санатория «Сосновый бор» разгорелся еще в далеком 2016 году. Тогда крупная сумма 7 миллионов рублей, а это вся зарплата работников данного заведения, была потрачена на то, чтобы благоустроить окружающую территорию. Деньги людям выплатили лишь спустя два года. На сайте санатория «Сосновый бор» сказано, что эти места окутаны тайной и памятью истории. Спустя столько лет эти слова не потеряли актуальность. Снаружи здание выглядит загадочным и одновременно чарующим, а природа вокруг притягательна и в той же степени пугающа. Тем, что уже почти год здесь практически никого нет. За моей спиной речка Старица – один из важных пунктов рекламного буклета санатория. Когда-то для того, чтобы искупаться здесь, вам нужен был сопровождающий. Теперь это еще один необжитый пляж Рязанской области. Рядом с рекой есть импровизированный песчаный пляж и навес, под которым могли прятаться отдыхающие. Теперь эти места лишь хранят воспоминания того далекого времени. Пешеходная дорожка, облагороженная кустами, ведет к клубу. Раньше здесь выступал и рязанский государственный народный хор, и российский вокальный ансамбль от Рада. А теперь потолок из пенопласта рушится, а крыша протекает. От былой славы здесь осталась только стойка от микрофона. Сложно представить, что всего несколько лет назад здесь танцевали и веселились люди. А рядом – красивая площадка и мост для прогулок. Ходит легенда, что если пройтись по этому мосту и загадать желание, то оно обязательно сбудется. С 2001 года это место привлекает молодые пары. Здесь уже висят несколько замков новобрачных. Правда, за последние несколько лет сам мост, как и санаторий, потерял былую славу. Чуть дальше – спортивные и детские площадки. Площадка для игры в волейбол и большой теннис. Современное покрытие и новейшее оборудование. Все это в шаговой доступности для отдыхающих санатория. А теперь, спустя всего два года, здесь практически не ступает нога человека. Самое пугающее творится внутри санатория. Он рассчитан на 500 человек. В нем 250 номеров. Сауна, парикмахерская, библиотека и игровая. Теперь от этих комнат остались только названия. Под ногами – осколки стекла, а в помещениях раскиданы бумаги. Некогда красивое место стало излюбленным у сталкеров. Людей, которым нравится исследовать заброшенные места. Иначе этот санаторий не назвать. В 2017 году он перестал функционировать. За долги здесь отключили газ и воду. Следователи арестовали имущество санатория, а именно 10 транспортных средств и земельный участок на сумму более 16 миллионов рублей. После этого санаторий «Сосновый бор» закрыли на неопределенный срок. По данным интернет-порталов, в декабре 2017 года здание передали областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства. Фонд является некоммерческой организацией, единственным учредителем которого выступает правительство Рязанской области. На момент передачи санаторий находился в процедуре банкротства. Николай Любимов сообщил, что оно должно функционировать как лечебно-профилактическое учреждение. С того момента прошло 5 месяцев. Снаружи комплекс зарос травой, а внутри его продолжают хозяйничать вандалы. Однако с 8 мая 2018 года имущество передадут собственнику. По поручению правительства региона, обеспечение охраны объекта поручено областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства. Так что есть вероятность, что в скором времени это место вновь засияет былыми красками. А пока что эти кадры больше напоминают вымершую Припять, нежели Рязанскую область. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Город медленно превращается в каменные джунгли. Вырастают дома, по высоте превосходящие все былые постройки. И хоть новостройки современно выглядят, а для жителей открываются красивые виды, в таких домах может случиться все, что угодно. В руках у сотрудника МЧС оборудование для проверки дымовых и пожарных сигнализаций. Внутри у нее аэрозоль, который распыляет вещество химическим составом, похожее на угарный газ. Цель – проверить датчики пожарной сигнализации. В случае обнаружения дыма должна сработать сирена оповещения. Запустить ее получается не везде. Некоторые датчики закрыты защитными пленками. В доме идет ремонт. При срабатывании сирены лифты должны опуститься на первый этаж и заблокироваться. Во время пожара ими пользоваться запрещено. В рабочем состоянии остается только один – для пожарной бригады. Это тоже особенность системы безопасности. Дом на улице Олимпийский городок – новостройка. Высота – 25 этажей. Внутри уже живут люди. Сегодня здесь проходит внеплановое пожарно-тактическое занятие. Цель – изучить планировку дома и отработать действия спасателей. К дому оперативно прибывают автососцерны со спасателями. Их задача – обследовать здание и установить причину пожара. Действуют специалисты четко и грамотно. Одна бригада зашла в дом, а другая осталась снаружи – подключать пожарные рукава. С улицы операцию координирует руководство. На окно 11 этажа заранее положили куклу, которая символизирует условного выжившего. Задача – спасти его при помощи автоматического коленчатого подъемника. И хоть операция прошла успешно, сотрудники МЧС делают неутешительный вывод. Максимальная высота, на которую он может подняться – всего 14 этажей. На автоцистернах также установлены маршевые лестницы, которые могут дотянуться чуть выше – до 16 этажа. В таких домах высотных, в общем-то, проектом предусматривается система противопожарной защиты, которая обеспечивает безопасность людей, в том числе и на всех этажах. То есть это не обязательно должна быть обвиненоспасательная техника какая-то, но это как бы тоже, конечно, учитывается. Но в целом, как я уже сказал, проектная документация, она должна предусматривать все меры безопасности полностью на каждом этаже, без учета спецтехники даже пожарной. По словам сотрудников МЧС, учения прошли хорошо. Однако было выявлено несколько недостатков самой конструкции дома. По результатам учения мы подведем итог и, соответственно, проинформируем и администрацию города, и компанию, которая обслуживает этот дом, по всем тем недостаткам, которые, по нашему мнению, здесь есть. Это не единственный дом в Рязани высотой в 25 этажей. И отработка пожарно-тактических занятий на таких объектах идет только на пользу при возникновении реальных критических ситуаций. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». По программе Агентства морского и речного флота 24 апреля открылась навигация. Эта программа создана, чтобы обеспечить судоходство на водных путях. Как проходит навигация в Рязани, смотрите в нашем следующем сюжете. Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в Рязанский район гидросооружений – якорь со старого баркаса. Это одна из немногих интересных находок, которые удалось обнаружить на дне реки. Сотрудники рассказали, что для этого пришлось привлекать подъемный кран. На причале их всего два. С их помощью садна достают деревья и корни. Также применяют и земснаряд. Выглядит он примерно так. На большой стреле ковши идут по дуге и забирают из воды весь грунт и глину, которые погружают в шаланды. Делается все это для углубления русла судового хода, что особенно важно летом, когда уровень воды опускается ниже положенного. Согласно нормативам, гарантированная глубина для судов должна составлять метр семьдесят. Это одна из основных подготовок рек к навигации. Для этого и созданы гидротехнические сооружения. Они обеспечивают безопасность на водных участках. В их распоряжении 39 единиц технического флота, третьем снарядом и вспомогательный флот. В ведомстве Рязанского района гидросооружений участок реки длиной практически в 500 километров. Правда, основная задача в период навигации – это оснащение судовых путей именно навигационными знаками. Мы выставляем к этому времени все судовые знаки, бакены, значит, береговые знаки, проверяем глубины, где, если глубины не позволяют проходить, значит, теплоходы, мы углубляем. Причал находится на 696-м километре Аки. Здесь также осуществляется и ремонт разного рода оборудования – буи, разделители хода и многое другое. Здесь лежат знаки, которые находятся на реставрации. Остальные уже выставлены на всех шести подведомственных участках. С дорожными знаками их сравнить сложно. Это скорее элементы разметки. Например, перевальный знак, который выступает в роли разделительной полосы. Судовой ход идет, как правило, по самым глубоким местам Аки – реки. И для удобства в центральной части, напротив, выставляются перевальные знаки. Дойдя до одного перевального знака, судоводитель может наблюдать, появляется в зоне его видимости другой береговой знак. То есть он как бы переваливает свой курс с одного берега на другой. Это ходовой знак. Он ставится на левом берегу и обозначает направление судового хода. Есть и буи, или бакены, как их называли раньше. Они двух цветов – белого, который ставится на левом берегу, и красный, соответственно, на правом. Кроме цвета, они различаются и формой. Было заменено общее использование конусных буев и красного и белого цвета, так как судоводителям в солнечную погоду, в разную, на расстоянии, все буи кажутся одного цвета. И было решено заменить их разной формы. Сегодня судну с названием «Гидрограф» предстоит рабочий выезд. Цель – проверить плавучую обстановку и глубину в затоне трубишь. Перед каждой вахтой осуществляется осмотр судна, а конкретно всех его частей, необходимых для работы. После звучит команда «Отдач Вартовы» и «В путь». Теплоход «Гидрограф» отходит от баржи Т-15, будет следовать вниз. Судя по показаниям эхолоты, глубина 5 метров, температура воды – 14 градусов. Здесь, на трубе же, можно увидеть все вышеперечисленные навигационные знаки. Вдалеке блестит на солнце разделитель хода. Чуть дальше – белый бакен, обозначающий левый берег. А на берегу установлен километровый знак. Такие ставятся на каждом пятом километре. Команда говорит, что рыбаки на берегу – уже привычное зрелище. А вот группа отдыхающих в такое время встретишь нечасто. Несмотря на прохладную погоду, на берегу реки уже есть несколько компаний. По словам членов экипажа, бывает и такое, что люди приветствуют «Гидрограф», размахивая руками. В таких случаях команда машет им в ответ. Рабочий выезд закончился, все навигационные знаки на месте, а глубина соответствует норме. По словам капитана Андрея Кузнецова, бывают и прямо противоположные ситуации. Правда, сама работа, да и усталость после нее – явление особенное. Работа с определенной романтикой совмещена. Поэтому, я думаю, усталость, конечно, бывает, но когда дело сделано, это приятная усталость. Наверное, это один из самых быстрых рабочих выездов. Команда «Гидрографа» продолжает работу по ремонту навигационных знаков. По словам экипажа, дел на суше порой куда больше, чем в воде. Валерий Седов, Олег Парамзин, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин